Какова мощность тока в каждом из резисторов? Смотри рисунок. Сопротивление каждого из резисторов 10 Ом. К цепи приложено напряжение 30 В. Для начала запишем данное. Сопротивление R1 равняется сопротивлению R2, равняется сопротивлению R3, и все это равняется сопротивлению R. Сопротивление R равняется 10 Ом. Напряжение U равняется 30 В. Найти P1, P2, P3. Перерисуем нашу схему. Мощность P равняется U квадрат деленное на сопротивление R. Эту формулу нужно знать. Рассмотрим сопротивление R1. Тогда мощность P1 равняется U квадрат деленное на сопротивление R1. Отставим сюда наше значение и найдем результат. В результате получается 90 Вт. Для того, чтобы найти мощность на сопротивлении R2 и R3, мы должны знать силу тока, которая течет по этим сопротивлениям. Назовем ее I. Так как это параллельное соединение, напряжение на верхнем и нижнем участке цепи будет одинаковое. Следовательно, сила тока I равняется отношению напряжения к общему сопротивлению. Эту формулу нужно знать. Так как наши сопротивления подключены последовательно, следовательно, общее сопротивление будет равно суе R1 плюс R2. Заменим сопротивление R1 и R2 на R. Получается U деленное на R плюс R. Или U деленное на 2R. Мощность P равняется I квадрат умноженное на R. Эту формулу нужно знать. Тогда мощность P2 будет равняться I квадрат умноженное на сопротивление R2. Подставим сюда силу тока, которую мы ранее получили. Получается U деленное на 2R в квадрате. А сопротивление R2 мы заменим на R. Получается U квадрат умноженное на R деленное на 4R квадрат. Сократим R. Получается U квадрат деленное на 4R. Подставим сюда наше значение и найдем результат. В результате получается 22,5 Вт. Рассмотрим сопротивление R3. Мощность P3 будет равняться I квадрат умноженное на сопротивление R3. Подставим сюда силу тока ранее посчитанную. Получается U квадрат деленное на 4R квадрат. И умноженное все на сопротивление R3. R3 мы заменим на R. Получается U квадрат деленное на 4R. Подставим сюда наше значение и найдем результат. В результате получается 22,5 Вт. Запишем ответ. Мощность P1 равняется 90 Вт. Мощность P2 равняется мощности P3 и равняется 22,5 Вт. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.